Библейский портал экзегет.ру представляет Народами, перед начальниками местными Которые им это запрещают Предыдущая шестая глава показывала Переписку местного начальства С царем Дарием, который в конечном итоге Дал окончательное разрешение На строительство храма Даже предписание Тогда Сесиний, правитель Келесири Финики, ну то есть все это огромные области Ближнего Востока И Сафровузаны, товарищи их, следуя по велению Царя Дария, усердно приняли За святое дело, помогая старейшинам И священноначальникам Маудейским Вот оказывается, как работает бюрократия В Персидской империи, стоит приказать И все закрутится, как надо Всегда бы и везде бы так И успешно шло святое дело При пророчествах пророка Аггея и Захарии Их книги у нас есть в Библии Как раз они о храме И совершили все по повелению Господа Бога Израилева И по воле Кира, Дария и Артаксеркса Царей персидских Оказывается, одно другому не противоречит Воля Господа и воля персидских языческих Между прочим, царей И они со своей стороны тоже Не просто это разрешили, но вложились в эту постройку Окончен святой дом К 23-му месяцу Адара На шестом году царя Дария И сделаются на Израиле священники, левиты и прочие Возвратившиеся из плена Которые были поставлены Все по написанному в книге Моисея Книга «Вторая ездра» у нас начинается С того, что при царе Иосифе Все было как написано в книге И вот прошло столько много лет И наконец возвращается в эту исходную точку И принесли в жертву на обновление храма Господня Сто валов, двести овнов, четыреста агнцев Двенадцать козлов за грехи всего Израиля По числу двенадцатых колен Израилевых Ну вот это традиция козла отпущения Когда на козла возлагали символически грехи народа И потом его отпускали в пустыню Здесь, видимо, нечто такое и было сделано Причем за каждое колено по отдельному козлу И стояли священники и левиты По племенам в облачении И призвела Господа Бога Израилева Согласно с книгой Моисееву И привратники при каждых воротах И устроили возвратившиеся из плена Сына Израилева Пасху В четырнадцатый день первого месяца Когда очистились священники и левиты вместе И все сыны пленения Потому что очистились Ибо левиты все вместе очистились Прямо несколько раз подчеркивается это слово Они прошли ритуальное очищение И были вполне способны и готовы к тому Чтобы участвовать в богослужении И закололи пасхальных агнцев Для всех сынов плена Для братьев своих священников И для себя самих Сыны плена, то есть те, кто Может быть, еще даже не вернулся То есть они приносят жертву за весь народ Вот эта солидарность, которая превосходит Барьеры и границы И еле сына Израилева Возвратившиеся из плена Все, которые, удалившись от мерзости И народы в земли взыскали Господа И праздновали праздник опресников Семь дней, радуясь пред Господом Чтобы он обратил к ним сердце Саря Ассирийского На самом деле Персидского Ассирийские уже давно исчезли Ну это как бы Ассирия такой образ империи вообще Чтобы укрепить руки их На дела Господа Бога Израилева Все, казалось бы, восстановлено Но книга на этом не заканчивается Потому что восстановить храм Это полдела А наладить богослужение в этом храме Наладить жизнь по заповедям Господним Это гораздо сложнее Вот об этом будет подробнее 8 глава Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому